Шпагат Кернеса или обращение в пустоту. Константин Кеваркян на Ukraina.ru за 1 ноября 2019 года. Харьковский горсовет, похоже, оказался единственным органом местного самоуправления, поддержавшим президента Украины в части имплементации формулы Штайнмайера. Целая плеяда гор и облсоветов в Тернополе, Львове, Полтаве и т.д. Выступили против разведения воюющих сторон, а по городам прокатилась серия протестов под лозунгом «Нет капитуляции». Ни у кого нет сомнений, что Харьковский горсовет абсолютно контролируем городским головой Геннадием Кернесом. Соответственно, столь неожиданная инициатива местных депутатов является фактически его идеей. И причины у Геннадия Адольфовича вмешаться в общеукраинскую повестку дня должны быть весьма серьезные. Во-первых, это демонстрация полной лояльности внешнеполитическому курсу нового президента. Кроме того, что идея мирного сосуществования близка самому Геннадию Адольфовичу, у него есть серьезное основание опасаться недовольства банковой. Уголовное дело против него все еще тянется, а его антимайданные высказывания не забыты ни в Киеве, ни местными активистами. Кроме того, перед президентскими выборами он поддерживал Порошенко, который противостоял и ныне противостоит Зеленскому. Следовательно, лишнее подтверждение своей лояльности не повредит. Во-вторых, заклятый недруг Кернеса, бывший харьковский губернатор и министр МВД Арсеноваков, не только не потерял свои позиции, но и существенно их укрепил. Ему оставлены нацгвардии пограничники. Его протеже Белецкий безнаказанно срывал разведение войск в Золотом, и ничего ему за это не сталось. Утверждена кандидатура, поддержанного Аваковым губернатора Харьковщины Алексея Кучера. Спасение от повсеместного наступления Арсена Борисовича Геннадию Адольфовичу приходится искать у президента и у своего давнего партнера, господина Коломойского. Игорь Коломойский, и это в-третьих, активно готовится к местным выборам, продолжая считать партию, доверяя делам Кернеса и одесского градоначальника Труханова реальной возможностью значительно снизить количество голосов за ОПЗЖ Медведчука Буйка Рабиновича в ее базовых регионах. Для этого миротворческая риторика вышеупомянутого обращения только в плюс, а Харьковский горсовет охотно поддержал миротворческий документ. Идеи мира симпатичны большинству местных избирателей. Хотя обращение не избежало украинской пропагандистской стилистики, вроде оборотов оккупированной территории, аннексии, боевики, однако документы имеют четкие политические акценты. Первые шаги к миру сразу натолкнулись на отпор партии войны. Мы понимаем, какое давление осуществляют на президента Украины и его команду те, кто привык зарабатывать на войне, и те, кого им удалось ввести в обман, убедив, что между миром и капитуляцией нет никакой разницы. Но Харьковский городской совет убежден. Президент страны, который понимает, что у него есть шанс принести мир в Украину, не имеет права сойти с этого пути. Обращение Харьковского горсовета не осталось незамеченным в украинских медиа. Однако волны принятия аналогичных документов по всей Восточной и Южной Украине не последовало. Насколько известно, господин Зеленский не поддержал и предложение Кернеса по созданию широкого антивоенного движения, о чем сообщали некоторые инсайдеры. Дескать, не надо сталкивать людей разных взглядов, считает Зеленский. В целом, принятый документ – очевидный пример умения и желания Геннадия Адольфовича усидеть на нескольких стульях. А это умение ему сейчас чрезвычайно необходимо. По данным популярного телеграм-канала «Легитимный» недавно в Харькове проводили закрытый замер соцопрос на тему «Кого вы поддержите на мэрских выборах, если бы они произошли в ближайшее время?» Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес пока опережает кандидата от «Слуги народа» на 4%. Отрыв небольшой, но он существует. Как поясняет источник, пока неизвестно имя кандидата в мэры Харькова от «Слуги народа». Поэтому люди голосовали больше за бренд партии. Это соотносится и с нашими данными, что гипотетические выдвиженцы «Слуги народа» в Харькове победили бы во всех городских избирательных округах, если бы местные выборы состоялись сегодня. 4% опережение соперника работает на грани стат погрешности. То есть, пока на повтор своей ошеломительной победы на местных выборах 2015 года Кернесу рассчитывать не приходится. Причин тому много. От унизительных уступок националистам, вроде нелепого переименования станции метро «Московский проспект» в «Турбоатом», до реальных проблем в коммунальном хозяйстве. В другой точке зрения, при всех достоинствах мэра-хозяйственника, как позиционирует себя Кернес, горожане подустали от эксцентричного мэра за 15 лет его активной политической деятельности. При его так громадных заслугах опережение всего на 4% вообще неизвестно, кого это опасный симптом. Чем быстрее рейтинг «Слуги народа», а следовательно и его бестолковых назначенцев будет сожран непопулярными реформами, тем лучше и не только Кернесу. В противном случае мегаполис попадет в руки очередного подобия свеженазначенного харьковского губернатора Алексея Кучера, 34-летнего адвоката семейства Аваковых, по определению местного сайта «Город Икс», поэта-спортсмена-фотомодели. Хороши ли подобные назначения для региона и второго по величине города Украины? Большой вопрос. Константин Кеваркян. Шпагат Кернеса или обращение в пустоту?